Песня Российская общественно-политическая гадета «Народная правда» зарегистрирована в Министерство печати информации с начала Советского Союза в 1990-м году, а потом быстро перерегистрирована в Российскую общественно-политическую гадету в Министерство печати информации Российской Федерации. С того времени мы и выходим. Изначально было тираж 200 тысяч, 8 полос и выход каждую неделю. Страшное дело. Сидели мы в Смольне. Когда нас попытались оттуда вытеснить, мы закрыли вход для Шевчака, собрали народ. После этого он пошел с нами на переговоры. Через некоторое время мы получили замечательное помещение на улице Белинского, 13, и пробыли там. 16 лет. И там мы проводили занятия. Оттуда пошел университет рабочих корреспондентов, который сейчас выглавляете, товарищ Голко. И мы там проводили кружки по науке-логике. И что мы там только не делали. У нас был такой центр, хороший, этим мы им пользовались. Ну вот у нас сейчас идет возрождение, усиление и так далее. Так что в то же время газета «Народная правда» выходит не так часто, но она все-таки выходит немалым тиражом. 37 тысяч эмбляров и является по сути дела органом, который является органом Российского комитета рабочих. Значит, больше всего печатается в ней статей рабочих. Причем, поскольку рабочие не всегда сами могут это написать. Вот как-то водилось всегда в пролетарской прессе. Товарищи образованные интеллигенты помогают довести эти выступления до ума. И так, чтобы они получили доступ к широкому кругу читателей. Таких газет, которые печатают выступления рабочих регулярно, все, что они говорят на РТР, все их печатают. А все, что плохое, они говорят, все вычеркивают главные ребята. Ну, это обычное дело. Но вычеркивают, мало тут, мало что вычеркивают. Но добавлять ничего своего не добавлять. Вот мы с вами регулярно проводим. Ну, поскольку за это время много всяких изменений, и газета, если она газета, связанная с трудящимися, она и народная еще называется, она должна строиться на основах самоуправления и самоорганизации. У нас для этого, для того, чтобы это все строилось, существует специальное общественное объединение. Называют его Рабочая партия России. Вот поскольку оно строится на начало самоуправления, я свое выступление считаю завершенным. И уступаю место, сказать, руководителям этого самоуправления, или кого вы там изберете. А что касается меня, я желаю успеха. Все, что вы тут навешаете, будет отражено в наших газетах, в Народной правде и в других газетах, которые выпускаются. Выпускается, потому что у нас много газетах, у нас еще много сайтов. Все, значит, мы все у нас сейчас записывают, не знаю, для кого записывают о том. Но вот потом скажут, что вторая революция, которая в Советском Союзе, вот эти документы ценные будут очень, и за них будут брать большие деньги. Так что желаю всем успеха и разбогатеть на этом. Уважаемый Викторович, я бы как-то респондент газеты «Народная правда» и «Новый делающий человек» хотел... Я – член Редакционного совета. Я – член Редакционного совета. И один из учредителей, который в 1991 году поставил свою подпись, будучи членом ЦК, Компартии РСФСР. И после этого только, значит, Центральный комитет принял решение такую газету учить, да. Я бы хотел предложить ведение нашей работы трем очень активным корреспондентам газеты «Народной правды», которые, так сказать, за последние годы там выступают очень часто и очень ярко. Это товарищи Калевит, товарищ Федин и товарищ Шилов. Вот такое и наше предложение, как учить «Народная правда». Хорошее предложение. Список. Да. Я помогаю субисовать. Списком. Списком, пожалуйста. Списком, конечно. Ну, чтобы не персонально. Кто за? Кто за, уважаемый товарищ Фисович? Что? Федер, кто это сидит? Народные товарищи, то есть Фильсборн для ведения нашей работы, пожалуйста. Самоуправляйтесь. Ну, чей всего, кайден, он вообще все время самоуправляет. Что нужно записывать, да? Федер? Нет, нет. Возьми. А где еще-то не везет? Федер, Федер. Федер. Ну, надо избрать. Ну, надо избрать. Уважаемые товарищи, по праву разрешите открыть 26-й съезд корреспондентов газеты «Народные правды» По совместительству всех объединений рабочей партии России Значит, хотелось бы в первую очередь за истекший период сказать Мы потеряли двух товарищей Это Сенкова Константина Александровича и Шумакова Анатолия Петровича Которые несли неоценимый вклад для развития нашей организации Стояли у ее истоков Прошу почтить их память минутой молчания Прошу садиться Ввиду того, что Константин Александрович являлся председателем мандатной комиссии И на сегодняшний день это место осталось вакантным Предлагается организациям предложить из числа рабочих Чтобы представитель той или иной организации возглавил мандатную комиссию Что? Товарищ Корольков, есть предложение Товарищ Корольков Еще есть какие-либо предложения, товарищ? Значит, предлагается на председателе мандатной комиссии Товарищ Корольков Евгений Прошу голосовать, кто за? За стоит Против, воздержавшись, нет единогласных Подойдите К столу регистрации После Подписи документов Делегатам Будут выданы мандаты Объявление, значит, на сегодняшнем съезде Представлен 31 делегат Из них 16 рабочих 15 нерабочих Есть предложение открыть работу съезда Прошу голосовать, кто за? Против, воздержавшись, единогласно Предлагается заслушать доклады Доклад от рабочей комиссии Кальвит Валентин Владимирович Доклад от идеологической комиссии Товарищ Шилов Дмитрий Юрьевич Значит, от организационной комиссии ЗОЛТ Александр Владимирович И обобщающий доклад Попов Михаил Васильевич Я, как докладчик от Рабочей комиссии Беру слово Кальвит Валентин Владимирович Для тех, кто не знает Являюсь членом Общественной организации Рабочей партии России Сопредседателем Российского комитета рабочих И представляю Электромонтер рабочий Представляю Саровскую генерирующую компанию Являюсь председателем Первичной профсоюзной организации защиты Значит, за истекший период Рабочей комиссии Было проведено традиционно Два заседания Семинара рабочего движения Российский комитет рабочих Которые традиционно проходят весной И осенью Истекшего периода Значит Какие вопросы освещались На данных Российских комитетах рабочих Ну Все, наверное, уже знают Я, конечно, повторюсь У нас из повестки дня Не выбирается вопрос О шестичасовом рабочем дне Этот вопрос Является одним из коренных Который на сегодняшний момент Надо прорабатывать Внедрять И как бы Он на сегодняшний момент И остается нерешенным Да И из-за того, что он остается нерешенным Он следует у нас Из заседания И на октябрьском семинаре Этот вопрос будет также озвучен Будут представлены Значит Доклады На эту тему То есть Как этот вопрос Звучит В трудовых коллективах Об этом будут рассказывать Наши докладчики Значит Также были озвучены Вопросы О создании первичных Профсоюзных организаций Какова их цель Для чего Это нужно Для чего Наша организация Этим занимается Вот Значит Хочется Отметить Что Был Неплохой отклик То есть Российский комитет рабочих Собирает Все больше и больше Участников Это говорит о том Что на сегодняшний день Проблема В коллективах На территории Всей нашей необъятной родины Это показывает то Что Проблемы у всех одинаковые Что они Встают очень остро И Необходимо их решать Значит Еще один вопрос Освучу Это вопрос О Доведении заработной платы До стоимости рабочей силы Этот вопрос Тоже периодически Поднимается На российском комитете рабочих Так как он Нерешенный вопрос На сегодняшний день Это Тоже один Из основных моментов Также Ставится вопрос О Условиях труда Об улучшении Условиях труда Приезжают люди И рассказывают Как Таким или иным образом Эти условия труда Меняются на их предприятиях Все эти вопросы Семинар российского комитета рабочих Считает очень актуальными На сегодняшний день Потому что Все видят Какова тенденция Идет полное Разрушение Еще оставшихся Крупных предприятий Для чего это значит Делается Чтобы все прекрасно понимают Особенно руководство Нашей страны Что сильное Крупное предприятие Оно соответственно Организует в себе Рабочий класс Да Так или иначе И представляет Угрозу им Значит И как Значит этот рабочий класс Организовывать Как организовывать Рабочие движения Для этого В общем и Все эти вопросы Российский комитет рабочих Ставит И рассматривает Ну Как Член рабочей комиссии Хочу напомнить Что решением 25-го съезда Товарищам рабочим Было поручено Разработка коллективных Договоров Как была получена Их разработка И соответственно Работа По внедрению По ознакомлению Свою коллективу С данными проектами Вот За себя могу сказать На сегодняшний день Нашей организации Разработан Такой проект Коллективного договора Также Сделана Выписка С которой Я привез Михаил Васильевич Да Вот Значит Сделана выписка Для того Чтобы Его рассмотрение И изучение В коллективе Проходило Гораздо Как бы Понятней Вот На сегодняшний момент Проект у нас есть Уже Некоторые подразделения Знают Что проект есть И будем Начинать Знакомить Значит С проектом Трудовой коллектив Значит На сегодняшний момент Так как По Ряду обстоятельств Разработка Данного проекта Немножечко Задержалась Пришлось Конечно Заключить Тот коллективный Договор Который Стал действовать С января 2019 Года Но При этом При действии Этого коллективного Договора Никто не мешает Значит Вести работу О внедрении И Чтобы имел место Быть Наш проект Да Значит Мы готовы Уже Непосредственно Вести Эту Работу И Будем Этим Заниматься Значит Что касается Следующего Семинара Значит В октябре Месяце Очередной Стоит Семинар Рабочего движения Российский Комитет Рабочих Я Обращаюсь К представителям Рабочих Именно Сегодня Чтобы Привлекали К работе В семинаре Своих товарищей Независимо От их Партийной Принадлежности Независимо От их Принадлежности Профсоюзной Чтобы Как бы Люди Не По слухам А воочию Видели Эту работу Несмотря На то Что Широко Освещается Работа Семинара И Интернет Телевиден Нам помогает Красное Телевидение Или НРУ Нам Много У нас уже Ресурсов В интернете Соответственно У нас есть Также Пресса Народная Правда За рабочие Дело Правда Труда Но Как показывает Отклик Может быть На сегодняшний день Значит Молодые Рабочие Я имею ввиду Не совсем Может быть Серьезно Относится К печатным СМИ Они Может быть С большим Удовольствием Смотрят Может быть Для них Это легче Посмотреть Что-то Набрать В интернете Потому что На сегодняшний день Все Мобильные Загуглить Посмотреть Что там Происходит Еще хотелось бы Обратить внимание На то Что Проводя Эти семинары И Как бы Оценивая Эту работу Хотелось бы Чтобы Обсуждение Тех или иных Вопросов Острее Было Между Самими Членами Нашей Организации Потому что Получается Кто-то Где-то В каком-то Регионе Проводит Какую-то Работу И Об этой Работе Соответственно Мы узнаем Или на съезде Или Вот В промежутках Между Комитетами Да То есть Мы Собрались Для одной Цели Я призываю Всех товарищей Контактировать Теснее Завязывать Как-то Новые Знакомства Общаться Потому что Консолидированным Как бы Трудом Этим Общим Мы Я убежден Добьемся Большего Успеха И Легче Все это Будет Эту Работу Нам Будет Проводить Ну Если Есть Какие-то Вопросы Я Наверное Буду Готов Ответить Что касается Работы Рабочей Комиссии Как Ситуация У нас С кордоговорами У нас По партии 10 кордоговоров Да У вас Как я понял Наиболее Успешный Путь Продвижения Кордоговора Потому что По крайней мере У нас В Ленинграде Мы Кордоговора Написали Как-то Их там Вкрыснули В коллектив Но дальше У нас Боря Особых Успехов Нет А вот Где-нибудь По партии Или у вас Лично Есть успехи Именно в продвижении Кордоговора Конкретно Конкретно Про свой момент Я сказал Что мы Только Начнем Этим Заниматься Я Считаю Что Успехи Будут Если Будет Да Если Будет Работа Значит Над этим Надо Конечно Работать Но Хочу подчеркнуть Что Те требования Которые Мы Озвучиваем Они Представлены Данным Коллективным Договором Я считаю Что Это Вызовет Интерес Потому что Мы Постоянно Говорим О том Что Это Выражает Коренные Интересы Тем Самым Ведя Борьбу За Внедрение И распространение Наших Требований Мы Ведем Экономическую Борьбу На Предприятии Как Форму Классовой Борьбы Ну Мне По крайней мере Неизвестно На сегодняшний Момент Что Где-то Коллективный Договор Успешно Был Внедрен И за Него Шла Серьезная Борьба Спасибо Правильно Я понял Что Вы Теперь Начинаете Работу По Изменениям И дополнениям Коллективного Договора Ну И В том Числе Да То Есть У У вас Такой Документ Подготовлен Вашем Предложении По Изменению И дополнению Коллективного Договора Который Принят В виде Выжимки Да Нет Не в виде Выжимки А в виде Изменения И дополнения На сегодняшний На сегодняшний Не подготовлен Такой Ну У вас Планируется Да 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 Договоры По Изменению Дополнению Коллективного Договора Которые Должны Привести Вот К этому Да 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 Спасибо Еще вопрос Товарищ Спасибо За Внимание Продолжение следует